Сегодня глава госадминистрации Террасполя Олег Довгопол ответил на вопросы защитников Приднестровья. Говорили о квартирах, парковках, маршрутках и не только. Детали встречи далее. 30 вопросов от защитников Приднестровья мэру Террасполя. Один из главных – квартирный. В очереди на получение жилья 230 участников боевых действий в начале 90-х. 30% из этих, практически немецкого жилья, живут в насъемной квартире. Потом обращаются к нам. Прозвучала хорошая идея о подготовке строительства дома для защитников. За счет государства. Нам всем 65+, 70+. У нас нет возможности построить кооперативы. Мое обращение как главы города от лица защитников. Давайте попробуем выйти с инициативой, заложить денежные средства на строительство дома для защитников. Недаром мы разработали целый проект и закрепили его на городском совете о строительстве нового микрорайона. 9 тысяч квартир. Есть проект, потому что город Террасполя должен развиваться. Предложение рассмотрит Верховный совет. Говорили о бесплатных парковках и общественном транспорте. Например, просили продлить маршрут номер 8 по улице Бендерской. Есть и другая проблема – дефицит маршруток. 7 лет назад в Террасполе их было вдвое больше. Проблему убыточных рейсов решают электробусы. Два уже курсируют по маршруту 23. Мы эти 23-е две маршрутки купили для того, чтобы обеспечить именно тот маршрут, который невыгодный вообще. Восстанавливать муниципальную маршрутную сеть можно только лишь за счет, это мое глубочайшее убеждение, только за счет электротранспорта. Вот этих маленьких электробусов. Троллейбусы были, есть и будут Террасполя. Это история нашего города. Но уменьшится количество ездок однозначно, потому что, во-первых, не хватает водителей. Мы будем уменьшать количество ездок именно днем, но делать это начнем только тогда, когда мы приобретем электробусы, которые смогут компенсировать, чтобы люди могли добраться. Спрашивали защитники ПМР и о дамбе в Террасполе. После дождей ее разбивают автомобили и квадроциклы. Проблему будут решать. Мы сейчас установим, скорее всего, в ближайшее время знаки в мокрую погоду. Движение по дамбам запрещено. Да, да, дождь, туманы и так далее. Движение запрещено. Это защитное сооружение, природоохранная зона. И вот этим вот разрушением дамб мы, в первую очередь, подвергаем опасности города. Обсудили и ремонт здания Союза защитников Приднестровья по улице Котовского. 25 лет без капремонта. По словам председателя Союза, работы будут планировать на следующий год. Продолжение следует...